Доброе утро. Мы продолжаем законы месяца илюля. В течение слихот есть моменты, которые надо обратить внимание. Например, первые слиха, которые говорят на первые день слихот в Моцаэй Менуха. Моцаэй Менуха, это значит, как Моцаэй Шаббат, это исход, день, отдых. Естественно, что это можно говорить только, когда говорят слихот вечером. И если говорят слихот не вечером, но утром, как у нас принято вообще, например, в воскресенье вечером, тогда нельзя уже говорить слово Моцаэй Менуха. Также есть много слихот, где написано, что мы можем к тебе еще пока, еще ночи. И мы говорим слихот, когда солнце уже горит. Хотя можно говорить, что воскресенье утром, 9 часов, это для Москвы, это ночи. При этом есть много моментов, которые надо обратить внимание во время молитвы слихот. 13 качества Милосердия Всевышнего можно только говорить, когда есть Цибу, когда есть Минян. Когда нет Минян, нельзя говорить о этого. Поэтому если человек молится дома, он не должен говорить, он может говорить слихот, в исключении, а, 13 качества Всевышнего, б, все молитвы, которые написаны в арамеиском языке. Почему? Поскольку написано, что ангелы не приносят перед Бога все молитвы, которые написаны в арамеиском языке. Есть в конце, в конце слихот, махе, маце и так далее, где все написано в арамеиском языке. И Минян так же, что хотя молится ночью, что канта одевает талит. Почему? Поскольку есть известный шмидрад, что когда это площадки Теса, когда Всевышний показал Моисею, как молиться перед Ему, когда Всевышний охотится в гневного юридского народа, что не татев, а кадош, Бау Пухов, яхол быть в талит, что как Всевышний сам одевался в талит. Поэтому, хотя молиться ночью, одевается в талит, хотя что талит является цицит, это одежда для дня, что не одежда для ночи, как написано, что надо увидеть цицит. Увидеть цицит, естественно, можно только днем и не ночью. По идее, надо поискать место, где есть Минян, и надо найти всегда приличный шалих цибу, надо найти приличный кантор. Хотя весь год надо найти приличный кантор, но есть особое значение для кантора во время Ямима Новаим, во время Рошашана Югипо. И очень интересно, что также в отношении вопроса Миняна написано, что когда есть, например, местечко, где есть только 10 семей, и у них есть четко 10 человек на Миняне. Значит, и один из них хочет, например, уехать в течение этого Дня Трепета в Рошашана Югипо, все остальные могут его остановить. День нам нужен для Миняна. Мы видим, что иметь Миняна в течение Дня Трепета это имеет особое значение, поскольку если нет Миняна, нельзя говорить все это дополнительной молитвы. И, естественно, что община без Миняна это просто не считается общиной. Поэтому могут и надо, чтобы каждый еврей пытался во время Рошашана Югипо молиться, где есть Миняна. Продолжение следует...